30 исторических памятников и 5 виднейших музеев Ярославля. Обо всем этом узнать и все посмотреть можно во время городской автобусной экскурсии City Tour. Проект реализуется по всей России. И Ярославль стал четвертым городом после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, где ездят так называемые красные автобусы. В основных туристических городах такие маршруты есть. Автобусы красные там уже полюбили. Теперь они появились в Ярославле. Мы решили, что формат небольшого автобуса больше подойдет нашему городу уютному. И сейчас за первый сезон мы довольны тем, что туристам нравится наш аудиогид, нравится музыкальное сопровождение, нравится вид из окна, естественно. В Ярославскую прогулку на автобусе вошли самые удивительные и красивые достопримечательности исторического центра. Успенский собор, церковь Ильи Пророка. Церковь Спаса на городу и Николы Рубленова, а также Волжская набережная, Стрелка и другие. Всю историю местности и интересные факты туристы слушают в наушниках. Эта экскурсия доступна любому иностранцу, потому что записана на нескольких языках. Продолжительность всей экскурсии час 20 минут. Рассказывают, что все так подробно, очень интересно этот гид. Особенно понравился Бульвар, Первомайский Бульвар. Удивило, что его внесли в Писок ЮНЕСКО и Первомайская Красная площадь. Из транспорта можно выйти, прогуляться, а потом сесть на другой красный автобус. Всего их в городе три. Пересаживаться можно сколько угодно раз, билет действует в течение суток. Особенность этой экскурсии состоит также в том, что места сбора туристов несколько. Одно на Советской площади около церкви Ильи Пророка, а другое на вокзале Ярославль Главный. Отмечу также, что туризм – одна из десяти точек роста в регионе. В этом году временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поставил перед правительством области задачу увеличить турпоток в 2,5 раза, до 8 миллионов человек в год. А также сделать нашу область одной из пяти популярнейших среди туристов восьмилетний период. Городские экскурсии – не единственное направление туризма в регионе. У нас развиваются также тематические туры. Об этом подробно расскажет моя коллега Дарья Смирнова. Даша, тебе слово. Да, Юлия, спасибо. Но я расскажу о другой сфере развития туризма. Это туризм промышленный. Как раз-таки вот здесь, на этом заводе, может появиться один из объектов сферы развития отрасли. Это кофе-цикорный комбинат, на котором мы сейчас находимся. Он находился здесь с 19 века и обеспечивал продукции всю страну. Сегодня предприятие активно возрождается. Мы возрождаем традиции, которые были заложены нашими предками. В Ростовской губернии, Ярославской области цикория – это историческое растение, которое здесь культивировалось и в свое время даже отправлялось на экспорт. Во времена Великой Отечественной войны эта фабрика выпускала супы и каши быстрого приготовления, а также витаминные добавки для эвакуированных жителей Ленинграда, детей и раненых. Предприятие было закрыто в 90-е годы и только 7 лет назад началось ее возрождение. Сегодня фабрика успешно функционирует. Когда его приобрели, тут было совсем очень мало людей. Сейчас постоянно рабочие места наращиваются. Сейчас мы дошли уже до 300 человек. А когда мы сюда пришли, здесь было человек 20-30 всего работало. То есть мы постоянно организуем рабочие места для людей. Особое внимание на производстве уделяется возрождению старых рецептов. Сегодня предприятие может произвести около 5 миллионов упаковок продуктов в сутки. Это цикорий, кофе, чай, какао, кисель, квас, каши, супы, специи и многое другое. На предприятии сохранился и старейший английский станок, который, как и десятки лет назад, сегодня выпускает известные в советские времена индийский чай. Особенно важно, что это предприятие является предпосылкой для создания промышленного туризма и продуктов под промышленный туризм в Ярославской области. Что интересно здесь, в том, что собственник готов уже сейчас при строительстве, он продумывает вот эти элементы, а как это можно показывать туристам. В планах руководство завода открыть на территории предприятие музей, который покажет старинные и современные технологии производства чая и цикория. По словам специалистов, это увеличит турпоток в наш регион, а также станет одной из визитных карточек города. Дарья Смирнова, Юлия Михайловичева, Евгений Бушуев и Денис Лосев. День в событиях.